В этом городе прошла IT-выставка, которая фантастику превращает в реальность. Искусственный интеллект, киборги, беспилотные аппараты, все как в кино, но показывают такую картину раз в год и всего неделю. Участие во всемирной выставке приняла и белорусская делегация. Любопытно, что представительный форум проходит в небольшом городе, который по численности не достигает и миллиона. Подробнее о технологиях, за которыми будущее, узнаем у нашего коллеги Дмитрия Титова. Действительно, коллеги, Ганновер – город-полумиллионник, раз в год становится мегаполисом. Не стесняясь того, что в Нижней Саксонии нет небоскребов и метрополитена, интерес к крупнейшей IT-выставке Цебет не угасает с 1986 года. На первых полосах местных газет заголовки с форума. Ганновер Алгеймен пишет цифровой трансформацией и публикует фото президента Швейцарии на открытии. Именно швейцарцы в этом году страна-партнер Цебета. В прошлом году был Китай. Им предоставляются самые большие площади от 1000 метров квадратных. Такая шумиха и ажиотаж вокруг форума не мешает немцам жить своей размеренной жизнью. Магазины здесь закрываются в 20 часов по местному времени. Сами жители называют Ганновер новым городом. Отчасти это связано с тем, что во время войны он был полностью разрушен, так что люди сюда приезжают преимущественно для того, чтобы сходить на Цебет. Здесь еще проходит и крупнейшая в мире промышленная выставка. Вот такой вот город-ярмарок. Это ярмарка, где проходят не сезонные распродажи, а демонстрируются тренды сезона. Выставка Цебет расшифровывается как Центр офисных и информационных технологий. Айти-шоу, которое посещают и главы государств. Причем их можно встретить совершенно спонтанно, например, на стенде страны-партнера мероприятия. Я очень рада вас всех видеть на стенде Швейцарии. Здесь представлены как признанные разработчики, так и качественно новые решения. Технологии интернет-вещей, беспилотники, решения для электронного правительства. Если в Барселоне подобная выставка показ мод для гаджетоманов, то в Ганновере в этом году произошла цифровая трансформация. Здесь новинки, которые порой нельзя пощупать, но которые должны сделать мир более удобным. На всех встречах мы будем обсуждать одну единственную концепцию. Это цифровая трансформация. То есть тотальное внедрение информационных технологий во все, без исключения сферы деятельности человека. Слово просто. Ну, трансформация, слово достаточно простое. Но действительно, что сейчас происходит? Если у нас были этапы, когда существовала так называемая цифровая экономика, то есть разработка программного обеспечения, нового оборудования, то есть такой отдельный сектор, то сегодня уже невозможно назвать ни одного сектора, в котором бы информационные технологии не приносили свой эффект. Начиная от, собственно говоря, разработки программного обеспечения, заканчивая сельским хозяйством, традиционной промышленностью. С тех пор, как Цебит отделился от промышленной выставки в 80-х, здесь командует парадом ведущие компании в мобильной индустрии. Где это? Л.А. Лос-Анджелес. Лос-Анджелес? Да. Вау! Особое внимание промышленным роботам. Именно они в Китае должны заменить людей на конвейеры и грузчиков. С гуманоидами можно было сыграть и в камень, ножницы, бумага. Два, три. Я выиграл его. А, ты победил? Да, я выиграл его. Корпорации в погоне за скоростями. Тесла презентовала электрический седан. С новыми аккумуляторами модель сможет преодолеть до 320 км без подзарядки. Компания Vodafone наглядно показывает разницу в интернет-скоростях на примере транспортных средств. Вот карета со скоростью 56 кбит в секунду. Старенький Volkswagen это 100 мегабит в секунду. Ну и вершина айсберга 5G более 1 гигабита в секунду. Это болид Формулы-1. Белорусская делегация обсудила проекты в электронной торговле, гармонизацию цифровых рынков с европейским комиссаром по цифровой экономике Гюнтером Эттингером. Многие стенды из Нижней Саксонии перекочуют в Минск и будут показаны на выставке ТИБА. В 2015 году к интернету были подключены около 20 миллиардов устройств в машин. По оценкам, к 2030 году их число возрастет до полутриллиона. К примеру, компания СТЕ видит будущее в электрокарах, продемонстрировала беспроводную зарядку, а также различные системы для умного города. Наша корпорация очень заинтересована в сотрудничестве с Белоруссией. Это и обмен опытом в IT-сфере, и создание технологий умного города, также сотрудничество в рамках электронного правительства. Удаленная медицина, шлемы виртуальной реальности на Западе уже копируют наше предложение «Маскарад». Только вместо лиц на фото можно подставлять динозавров. Несмотря на утверждение скептиков, что на ЦЕБИД с каждым годом приезжает все меньше людей, немцы живут этим форумом, и основное число туристов приезжает в Ганновер, чтобы посмотреть именно на технологии. Общая выставочная площадь составляет более 2 миллионов квадратных метров. Такого города в городе для прогулок вполне должно хватить. В главном эфире Дмитрий Титов и Александр Горбачев. Ганновер. Германия.